Здравствуйте, это канал Дики Лайф. Меня зовут Виталий Дики. Спасибо, что смотрите, спасибо, что подписываетесь. Сегодня мой ваш гость, политик Михаил Чаплыга. Михаил, добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы подбиваем итоги года и, соответственно, я думаю, что поставим одарение на некоторых процессах. Но я, в общем-то, хотел от вас узнать вот что. Скажите, несмотря на ситуацию, то, что сейчас происходит в российско-украинской войне, мне кажется, что власть как-то себя чувствует немножко иначе, чем обычные люди. Системно как бы исповедуют нам оптимизм, а вот обычный человек и его реальная жизнь, она, по вашему мнению, изменилась в худшую сторону или зависла? Я думаю, что изменилась в худшую. Знаете, есть такая фраза, ее приписывают Черчиллю. Фраза касалась одного из заседаний Кабинета Министров, когда министр культуры предложил сократить расходы на культуру, на музеи и мотивировал это войной. На что якобы Черчилль ответил, что если ценой этой войны будут музеи, культура и история, то за что тогда мы воюем? Эту фразу много раз перефразировали, использовали в разных возможностях, ну, так скажем так, вариациях. Ну, по большому счету можно ее перефразировать так. Если главной ценностью Украины и ее главной отличительной чертой от России и других стран постсоветского пространства являлась свобода, демократия, то есть вот свобода как высшая ценность украинцев, то, собственно говоря, если ценой этой войны стала свобода, ну, в широком понимании этого слова, свобода экономическая, свобода политическая, свобода перемещения, свобода переписки, тайны переписки и всего остального, то тогда, а за что тогда война? То есть если мы сами пожертвовали собственной свободой, тем самым ценным, что есть. В Конституции, если мы откроем Конституцию, прочитаем, что життя людины и честь и единство, и наивысшим и ценностям, життя людины. То есть все-таки является человек, то есть гражданин, ну, даже не только, но именно человек, потому что Конституция гарантирует права и тем, кто не являются гражданами Украины на ее территории, но тем не менее. Высшей ценностью является гражданин Украины. И именно гражданин и сумма граждан Украины определяет государство. Не квадратные метры, подчеркну, нет. Согласно той же статье Конституции высшей ценностью является життя, здоровье, честь, единство и так далее людины, громадяныны. Вот вам ответ на вопрос, что первично, что из государства? Я абсолютно согласен. Человеческая жизнь, это очень важно и это вообще как бы не обсуждается, но меня удивляет огромное количество довольно странных людей. Вот одна волонтерка, которая как бы являлась до последнего внештатным помощником или советником Залужного, дала интервью, и я был просто потрясен. Она сказала, слушайте, лучше погибнуть на фронте, чем быть убитым кирпичом или попасть под машину. Это вызвало шквал эмоций. То есть люди просто негодуют. На следующий, как бы, будем говорить так, день Залужин сказал, что у него теперь нет никаких внештатных советников, они не имеют права открывать рот. Но ведь это тенденция, сколько случайных, глупых, недалеких людей присосалось к власти. Я бы хотел объяснить, власть что, этого не видит? Скажите, пожалуйста, а как случилось так, что эта власть при 73% стала властью? Неужели мы не видели? Неужели? Но когда они шли к власти, ведь Зеленский говорил совсем о другом, о поиске мира, о решении языкового вопроса, о компониссии, о мире, это важно. Это важно, вы абсолютно правы. Но когда вы пускаете к власти детей в кедах без опыта, без образования, некоторые стали депутатами даже без базового среднего образования, скажите, а каким наивным нужно быть, чтобы полагать, что эти люди изобретут что-то, кроме магии простых решений, что они изобретут что-то, кроме тех лекал 37-го года, с которыми они якобы боролись, натянув на себя вышиванку. Это нужно быть в высшей мере наивным, полагать, что, ну хорошо, но вот у меня есть прекрасный сын Андрей, он хорошо учится, вот, а он даже может написать прекрасную речь, выступить. Скажите, а если дать ему руль власти? Андрей не потому, что он плохой, а потому, что он еще просто не получил достаточно знаний, опыта, образования, он не понимает многих вещей. Он будет пытаться наивно и искренне пытаться делать министерство магии простых решений. И чем это закончится? Это закончится крахом страны. Но кто виноват, Андрей? Нет. Виноват будет его папа в моем лице, который доверил ключи и управление государством ему. Вот, собственно говоря, и все. Да, это очень тяжело признаться самим себе, что мы сами, сами это все сделали. Касательно помощников. Вопрос не в том, что она сказала или не сказала, ее мнение, честно говоря, мало мне интересно. Мне интересно другое. А как эти помощники оказались, все или советники, оказались все у Залужного? Как они оказались в других органах власти? Как вице-премьеры, министры стали министрами и вице-премьерами? Как все это дети в кедах и выпускники двух курсов Трусковца стали депутатами и людьми, которые принимают решения? Как? То, что Залужный уволил всех и сказал больше у меня нет помощников, абсолютно грамотное и правильное решение, вопросов нет. У меня другой вопрос. Как они служили в очистке? Помните это из собачьего сердца? Я их в очистку не посылал. Я их в очистку не посылал. А знаете, что удивляет? Скажите, пожалуйста, он же главнокомандующий, правда? То есть это что-то должно быть связанное с профессией хотя бы. То есть я так думаю, советник это кто? Это тот, кто связан с этой профессией. То есть человек, чье мнение может быть полезным и важным для главнокомандующего. Скажите, пожалуйста, а если советником у главнокомандующего является несостоявшаяся звезда русской эстрады Певичка? А если я смотрю на всех этих уточек, знаете, вот эти уточки, мода такая была, губки уточки делать, уточки ходят такие. В гламурных уточках уточки такие, женщины, уточки. Я ничего против этого не имею, ради бога. Это может быть тренд такой. Может быть я старорежимный, отстал и вырос на плейбое. Нет, просто мы с вами староверы в этом плане. Наверное, да. Я еще помню плейбой восьмидесятых, да. Вот я с шуткой, конечно. Вот. Я не понимаю, что они могут посоветовать. Не понимаю. Я не понимаю, как они вообще там оказались. А что, таких людей мало? Хорошо. Скажите, пожалуйста, вы в курсе, что Милованов и Гончарук вот тот на самокате? Да, кстати, вот простите, что перебиваю. Вот хотел задать вопрос в продолжении вот этой темы. Напомню нашим зрителям, есть у нас такой бездарный, случайный премьер-министр Гончарук, который, я не понимаю, как прыщ выскочил на теле украинского общества после инициативы Зеленского, провалил все, спокойно удрал Соединенные Штаты Америки и снова через определенный промежуток, это когда война, да, появился. И появился сразу претендентом и кандидатом на должность члена наблюдателя УКР. Уже, уже, уже. Да, уже член УКР оборонпрома. Туда же член, или я не знаю, может быть даже руководитель, возможно, в ближайшее время станет, это Милованов, бывший неэффективный министр, который, я напомню, давал интервью, что Украина его вообще не интересовала никогда, он занимался сальцой и чем-то там еще. И тут по случайности ему предложили высокий пост министра экономики. Я не понимаю, что происходит. Последние дни Помпея. Знаете, как говорят, что последние дни империи характеризуются безумием законов. То есть, чем безумнее законы, тем ближе конец или крах империи. Мы наблюдаем безумие, реальное безумие. Ну, я не понимаю, как можно в оборонпром, это важнейшее, что может быть в государстве сейчас, назначить Милованова или Гончарука. Один сальцу танцевал, вторая была советницей целого главнокомандующего певичка. Ну, может так и надо. Понимаете, вы хотите получить рациональные ответы, да я думаю, зрители хотят получить рациональные ответы на нерациональные вещи. То есть, невозможно. Это просто безумие. Давайте я на секундочку верну вас. То есть, мы проходим десятилетние циклы. И десятилетний цикл заканчивается сейчас. И если вы возьмете вот просто ретроспективно события, да, без привязки там, скажем, к идеологии, контексту и так далее, а просто ретроспективно возьмете события Майдана, да. То есть, по датам, что где происходило, когда был штурм, когда какие законы издавали, когда что голосовали и так далее. Кто когда приезжал, какая была реакция Запада, что было внутри, как действовали разные институции государственные и так далее и так далее, какие решения кадровые были приняты. Если вы все эти события сопоставите с тем, что происходит сегодня, вы увидите абсолютно четкое совпадение. Плюс-минус шесть дней. Ну, хорошо. Под Новый год нам презентовали некий проект закона, точнее два закона. Два, подчеркиваю, два. Для того, чтобы посполитые, как это, накинулись на один и не обратили внимание на второй. А все зло, кстати, во втором проекте, там где все эти репрессии и так далее. То есть, нам презентуют два закона. При этом манипулятивно говорят, что он якобы один. Называют это про рекрутинг, как-то еще там его называют. И рассмотрение его назначено на 10 января. А помните, у нас были такие законы 16 января, 16 сечня? Один в один происходит. Именно они стали спусковым крючком очень многих событий. А что было в тех законах 16 сечня? Да, по большому счету, единственная придурковатость, которая там была, это больше шести машин, чем пять, я уже не помню, не собираться. То есть, что-то в этом роде было. А по поводу балаклав, невозможность идентификации лиц, участвующих в протестах или массовых мероприятиях. Это все есть в законодательстве ЕС давно. И есть в законодательстве США. По поводу установки малых архитектурных форм и так далее, это точно так же есть в законодательстве ЕС, в законодательстве США, Канады. И по балаклавам в Канаде очень жестко. Вот. И, собственно говоря, все это уже, ну, как бы, мы вспоминаем и говорим, что это были диктаторские законы 16 сечня. Но давайте сопоставим с теми двумя законами, которые внесли на 10 сечня. Разница в шесть дней. То есть, мы проходим десятилетний цикл. Скажите, пожалуйста, то, когда слуги вышли, это действительно правда подтверждаю, потому что общался со слугами, им действительно запретили комментировать эти два закона 10 сечня. Запретили. При этом они абсолютно искренне спрашивали меня, действительно ли я считаю, что это они авторы этих законов. Верю, да. Нет, не правда, это не мы. Это, мол, военные. И поэтому нам запретили, пусть военные сами комментировали. Верю, нет. Нет. Дело в том, что до сих пор эти два проекта закона никто не отозвал. Никто. При всей критике, при вот этих всех публичных выходах, а мы там допрацуем, а мы туда-сюда, их не отозвали. Это говорит четко на то, кто является автором. Автором является кабинет министров. А кто входит в кабинет министров? Цивильное ведомство. Министерство обороны. Цивильное ведомство. И сто процентов его виза стоит, потому что иначе не вышло бы это из кабинета министров. Кто стоит еще? Ну, тот же МИД. А кто бы мог драконовские вещи подписать и визировать? МИД, конечно. Вот оно все и попало. А теперь рассказывать о том, что это военные. Ну, как военные могут через кабинет министра пропихнуть такой проект закона? Ну, за какую подпись? Никак. А то, что запретили комментировать, очень просто. Потому что понимают, что это... Ну, это закон начинается с той сечни в Кубе. И это станет спусковым крючком. Все же понятно. То есть мы реально повторяем эту историю. Вот. И, собственно говоря, понимаете, дать рациональные ответы на то, что уже было в истории, иррационально. Я не способен дать ответы на это рационально. То есть я могу просто покрытить войска. Но обратите внимание, какой интересный момент. Когда вот эта вся появилась история с законопроектами о мобилизации, значит, все попытались от него охреститься. Но мне очень важна была реакция Залужного. Залужный дал пресс-конференцию, где сказал, что он не имеет прямого отношения к этому. Сначала он обвинил кабинет министров, а, соответственно, потом и Министерство обороны. Мол, ну это же спайка, да, понятное дело. У меров член кабинета министров. То есть... А затем он почему-то изменил свою версию. На этой же пресс-конференции он сказал, что похоже на то, что за этим стоит генштаб. И вот это меня наводит на размышления. Они там вообще в курсе, что происходит. Может быть, просто они перекидывают ответственность друг на друга? Они все находятся в одной лодке. Точно так же, как и оппозиция. Это все спектакль. Все. Все спектакль. Скажите, пожалуйста, если для того, чтобы закон был принят, необходимо 226 голосов. Вам важно, будет против этого закона 100 или 150 голосов? Это важно. Абсолютно нет. Каждый будет играть свою роль. Оппозиция будет пытаться критиковать, там, что-то еще, наигрывать себе какие-то баллы. Хотя на самом деле это ни на что не влияет. То есть, как бы, ни о чем. Речь идет о внефракционных, о депутатских группах. А депутатские группы внефракционные, они же по мажоритарке заходили. А мажоритарки больше не будет. Все. Ну, это люди, у которых билет в один конец, им вообще все равно. Их интересует только, чтобы они дожили до выхода из Рады. И потом, чтобы у них они были упакованы на этом выходе. Чтобы у них все было хорошо в этой жизни. Собственно, они и дадут голоса. Вот и все. Это правда. Михаил, обратите внимание, в сопровождении вот этого вопроса я сегодня заметил. СМИ Украины бежут о том. Ну, давайте так. Закончим эту историю с законопроектами. Депутаты сказали, что 10-го, там, 12-го будут рассматривать в сессионном зале. Соответственно, там, наверное, возможно, что-то проголосуют в первом чтении. Потом будут опять дорабатывать, да, принимать какие-то поправки. И, мол, неизвестно, что из этого получится. Ну, понятно, что общество просто возмутилось. Но тут такая история. Вот я сегодня обнаружил. Оказывается, на границе, по городцам, дан был приказ не пропускать никого из мужского пола. В том числе, соответственно, ни инвалидов, ни волонтеров. То есть, границу закрыли на абсолютный замок. Чем это объяснить? Я думаю, это можно объяснить годовщиной, 101-й годовщиной образования СССР. Да, кстати, 30-го декабря 22-го года был создан Союз Советских Социалистических Республик. Да, да, да. Да. А помните, в нем были выездные визы? Да, кстати, помню. Такое было, да. Я думаю, просто отметили праздник. А что делать? То есть, закона еще нет, да. Сначала было подозрение, что внесли изменения в постановку, регламентирующую выезд, пересечение границ. Потом вышел пресс-секретарь и сказал, что нет, никаких изменений не было. Просто мы стали более внимательно изучать документы. Что они решили изучить, сложно сказать. И насколько это... Ну, конечно же, согласно законодательству, пограничник имеет право принимать решения. То есть, это его, грубо говоря, обязанности права. Вот. Потом это можно оспорить и так далее. Вот. Но, к чему это все было? Ну, видите. Оказывается, не нужно никаких законов даже принимать для того, чтобы... Я вам больше скажу. Для того, чтобы аннулировать паспорта, для этого тоже не нужен закон. Просто не нужен. Вообще можно делать все, что хочешь. Ну, вот. Особенно в 101-ю годовщину учреждения тюрьмы народе. Понимаете? Вот. Я вам больше скажу. После того, что началось вчера в 8 вечера на границе, собственно говоря, вопрос о том, кто автор этого всего, этих законов. Он отпал сам собой. Потому что никакой генштаб не мог дать такое указание. Понимаете? Ну. Это все отпало сам собой. Сейчас я тоже мысль закончу по поводу таких концертов и так далее. Кто на кого что перебрасывает. Давайте так. Есть ли вопросы к военным? Военные это машины. Ей что дашь на входе, то будет на выходе. Правда? То есть, для того, чтобы, они говорят, для того, чтобы взять там город в осаду или там, грубо говоря, захватить крепость, нам необходимо 10 катапульт. Значит, там 20 работников катапульты. Вот. Ну, и там по мелочам, удовольствия и так далее. Деньги. Все. Военные сказали, вот так надо. Мы это посчитали, мы за это отвечаем. Вот так оно должно быть. Все. И тут все говорят, ну, хорошо. А где мы возьмем деньги? Это первое. А где мы возьмем эти катапульты? Второе. Ну, и третье. Хорошо. Деньги нам негде взять. Катапульты нам не дают. Но за то, что мы можем? Мы можем набрать 20 человек, обслуживающего персонала катапульты. Хорошо. Вот и начался этот закон по наборе 20 товарищей. А где брать деньги и где брать катапульты? Ответа нет. Возникает вопрос. А зачем эти 20 товарищей, если нет катапульты денег? О! Это ключевой вопрос. Потому что тогда получается, что законы, вот эти 16-160 сечня, внесенные в Раду, они совершенно не о рекрутинге и не о мобилизации. Они никаким образом не помогают или не приближают выдвижение нас на границе 91-го года. Потому что для этого нужны деньги и катапульты. Ага. А что же тогда? А что же тогда? Получается, тогда это просто законы о том, как, скажем так, как отпраздновать 101-ю годовщину СССР. Очевидно об этом. Но только уже с таким привкусом чуть-чуть к НДР. Вот как-то вот оно так выглядит со стороны. Очевидно. И самое ужасное, что этот процесс, он не останавливается. Все сильнее и сильнее зажимают гайки. Но я хотел бы вас спросить вот о чем. Если мы говорим о тех законах, которые будут голосоваться 10-го, там, 16-го января. Ну, образно в этом, не жуткий. Железняк, представитель Верховного совета. Я могу ошибаться, но, по-моему, он в бюджетном комитете работает, да? И так вот он сказал. Ну, он от голоса, по-моему, да. Ну, понятно. Это от фразы, но он в бюджетном комитете. Ну, неважно. Но смысл был в том, что он сказал. Ну, даже если мы призовем такое огромное количество людей, у нас просто нет экономических возможностей это все поддержать. Мы очень надеемся на американскую помощь. Более того, параллельно с Вериденко у нас такая есть, мой вице-премьер, да, она сказала, что у нас тут совсем такая задница, что мы даже платить деньги сможем бюджетникам и пенсионерам, если не получим те там куски, ну, там же еще до 50 миллиардов от Европейского союза. И третий момент. Тут приняли такую стратегию доходов. Люди, как посчитали, просто в пах, ну, совсем пребывают в непонятке. И при этом они принимают бюджет, где в два раза увеличить финансирование всех органов власти. А? Ну, это реально безумие. То есть это последние дни победы, это абсолютно уже очевидно. Давайте подумаем по поводу чего. Ну, хорошо. Железняк правильно сказал. Для того, чтобы... Ну, война – это математика. Для того, чтобы понимать, что, куда и как, то есть сколько мы можем мобилизировать людей, нужно ответить на вопрос, какой цель. То есть какой цель? Для того, чтобы раздать им лопаты. Ну, там, Кулеба с лопатами предлагал, да? Хорошо. Будем ракеты сбивать лопатами. Ну, сколько нужно человек, сколько нужно лопат. Да? Где купить лопаты? Почем? То есть когда-то, я помню, на заре независимости 90-е годы в Запорожье изготавливали титановые лопаты из титана. На полном серьезе мы приезжали, я тогда до Малымба, покупали эти лопаты, продавали потом во Львове. Титановая лопата. Очень легкая, очень надежная. Вот. Ну, может быть, Кулеба решил возродить производство титановых лопат. Вот. Соответственно, нужно на калькуляторе посчитать, сколько это стоит денег, где их взять и, ну, скажем так, как их реализовать. Потому что деньги необходимо запустить в экономику. Они должны произвести что-то. Ну, то есть на эти деньги что-то должно быть произведено, доставлено и так далее. Теперь возникает вопрос. Откуда эти деньги можно взять? Хорошо. Международные партнеры. Вы же понимаете. Тот же Железняк сказал абсолютно правильные вещи. Международные партнеры, когда дают деньги, у них есть целевое назначение. То есть международный партнер не дает просто так денег. У них есть целевое назначение, у них есть отчетность, которая должна говорить о том, что цели, на которые деньги были даны, достигнут. Если это цель, например, социальные выплаты или цель оплаты чиновников, или цель какие-то программы бюджетные и так далее, то, соответственно, должно быть четко указано, сколько денег куда и как было потрачено, сколько человек было окучено, ну и так далее. То есть, отчетно сказать. Нельзя деньги, которые даются на социальную или бюджетную сферу, тратить на иные цели. Даже наша счетная палата, когда находит нецелевое использование бюджетных денег, она называет это, по сути, коррупцией. По сути. Соответственно, и западные страны, они не пойдут на такие действия. И на то, в чем говорит Железняк, что только одна Норвегия из всех стран согласилась на то, чтобы деньги, которые она выделяет, были использованы на военные нужды. Хорошо, мы ждем денег от США. Давайте подумаем, когда в США начинается политический сезон новый. Он начнется где-то в середине января. Если в середине января, в районе 10-15 числа, начинается этот политический сезон, и они начинают обсуждение, то с чего они его начинают? Они начинают со связки законов о границе и Украине, помощи Украине. Что происходит в США с границей? Про колонну товарищей, которые пытаются, будут пытаться пересекать границу США, вы, я думаю, прекрасно все знаете. Сформирована колонна товарища иммигрантов, товарищи иммигранты двигаются организованным порядком, шахматным двигаются к границе. Для того, чтобы актуализировать эту тему ближе к выборам товарища Байдена. Ясно. А достигнута ли формула базовая для того, чтобы такие переговоры между респами и демами состоялись? Да, определенная платформа есть. Но если мы почитаем замечания спикера и Сената, и Конгресса касательно этой формулы, то общий знаменатель, который будет о том, что да, такая формула есть, но она настолько сложная, что, скорее всего, ее прохождение будет невозможным. Допустим, в течение определенного времени произойдет притирание позиций, и некий консенсус, допустим, будет найден. Допустим. Когда это может произойти? Скорее всего, это может произойти где-то к началу февраля. Это самое оптимистичное, к началу февраля. Естественно, это будут совершенно не те цифры, на которые мы рассчитывали, не те показатели. Но, допустим, сколько нужно для того, чтобы деньги, которые, допустим, в том или ином объеме будут решены, чтобы они послужили делу, ну, не заработных плат только, а послужили делу военному, например, или обороны, или экономики. Ну, хотя бы месяц. То есть, просто деньги на хлеб не намажешь. Деньги не можешь скрутить трубочку и стрелять из них, из пушки. То есть, они должны во что-то преобразоваться. Для того, чтобы это преобразовалось, это где-то месяц. Соответственно, даже если в конце января, по самым оптимистичным прогнозам, что-либо будет проголосовано, то эффект от этого всего будет где-то к началу марта. То же самое касается военных поставок. То есть, если решения будут приняты, то с учетом логистики, это вообще не раньше марта, а может быть даже и конец марта. При этом нам говорят, что с нового года вполне могут появиться и в 16-е, как носители ракет и так далее. То есть, нам это очень полезно и важно. Но, изменит ли это кардинальное положение? Нет, никак. Об этом говорят уже в Чехии, и об этом говорят и у нас, в том числе и наши генералы. Соответственно, если мы все это просуммируем, мы поймем, что ничего раньше начала марта не изменится в лучшую сторону. А теперь, внимание, что происходит? Россия находится, если вот эти синусоиды, то есть, все происходит по волновым процессам, то есть, взлеты, падения, взлеты, падения. То есть, сейчас синусоида России в военно-промышленном комплексе, она идет вверх. То есть, они реально находятся на восходящей линии. А наши синусоида по военным поставкам и финансированиям идет вниз. Мы находимся на ниспадающем. Возникает вопрос. Что же будет происходить январь-февраль? Потому что, если эффект, даже если все сложится и все звезды станут, то эффект будет не раньше марта. Касательно денег Евросоюза, то еще позже, чем марта. Еще позже. Соответственно, вот эти два критических месяца, январь и февраль, что же будет происходить? Очевидно, было бы наивно полагать, что русские будут молча ждать, когда же мы придем к ним на переговоры. Ну, очевидно, это было бы глупо, правда? То есть, они, очевидно, понимая, что у них синусоида идет вверх, а у нас синусоида идет вниз, и разные могут быть приняты решения, и может быть, наша синусоида пойдет вверх. Очевидно, они ждать этого не будут. Они понимают, что вот эти два месяца, январь и февраль, это провальные. Соответственно, именно в эти два месяца необходимо что? Усилиться и активизироваться. Для того, чтобы усилиться и активизироваться в эти два месяца, нужно что? Необходимо обескровить ПВО, вычислить где, обескровить, и нанести удары по критической инфраструктуре в подготовке к, назовем это, мероприятии с середины января и там дальше, в район марта. То есть, это вам чуть-чуть прогнозы, что может быть на основе логики. То есть, спросите, то, что говорил Игнат, который отвечает на нас за ситуацию с противодействием Амери-ракет, там и Шахидамон сказал о том, что, по-моему, это впервые такая атака была вот пару дней назад, это было вчера ночью, получается, которую мы даже не видели, столько целей одновременно. То есть, это начало середины процессов. Я вам больше скажу. Действительно, столько целей, наверное, на экранах ПВО столько целей и не было. Но разве это предел? Нужно быть наивным, полагать, что это предел. Скорее всего, может быть и больше, значительно больше. При этом, ракеты ПВО – это штучный товар. Стариков Олег абсолютно правильно сказал. Это не макароны. Их нельзя налепить и продавать пачками. Нет, это очень штучный товар. И для того, чтобы понять, насколько он штучный, нужно проанализировать, что произошло между США и Японией. Где США обратились к Японии, к Японии, которые они же продают ракеты, с просьбой продать им ракеты для ПВО Патрио. Зачем? Потому что Япония напрямую не будет нам их поставлять. Она их продает в США, а США уже поставляют их нам. Но если уже обратились к Японии. За арсеналами, для того, чтобы поставлять нам, куда обращалась США? В Южную Корею. А у Южной Кореи что есть? Сосед, Северная Корея. Северная Корея кому поставляет? Россия. Причем это уже зафиксировано, более 10 крупных поставок было и так далее. Уже эти снаряды отслеживают, севернокорейские на фронте и так далее. То есть это уже все есть. Соответственно, мы понимаем, что уже все выходит на более высокий уровень, а хватит, у кого чего больше? То есть у кого больше? У Северной Кореи или у Южной? А сколько ракет для ПВО есть у Японии? А сколько есть шахедов и всего остального у русских? То есть давайте посчитаем стоимость одного или там 10 шахедов и одной ракеты ПВО для Патриот. Вот чем занимаются русские сейчас? Они занимаются обескровливанием этой ПВО. Но это же абсолютно было понятно и ясно. По-моему, тот же Игнат, если не ошибаюсь, сказал, что таких ракет и возможностей у России еще дофига. То есть парадигма поменялась. Байки о том, что у русских все ракеты закончились еще летом, оказались байками. Оказывается, теперь новая версия, что у них этого всего значительно больше, чем мы себе могли бы представить. Поэтому стоит ожидать увеличения количества целей. Что же дальше будет? Ну, то есть вы же понимаете, что после того, как началась война Израиля и Газа, или как это, Израиля и Хамаса, очень многие вещи, знаете, как порог чувствительности был загрублен. Есть понятие загрубить приборы. Так вот, порог чувствительности был очень сильно загрублен. Теперь многие действия России будут рассматриваться под углом действий Израиля в Газе. И это будет иметь совершенно другие, скажем так, последствия, чем мы бы ожидали. Во многом русские будут чувствовать себя расслабленно и уверенно в плане своих действий. И более агрессивно и нагло в плане, опять же, своих действий. Теперь можно говорить о чем? О том, что всплывает тема, так называемая тема переговоров. То есть раз мы понимаем, что может быть в январе, что происходит перед январем, и что будет происходить там в феврале-март, значит, и как русские это будут делать, всплывает тема переговоров. Причем она всплывает, опять же, с двух ракурсов. Ракурс первый. Это не опубликованная, скажем так, или не анонсированная встреча, встреча на уровне послов и советников по безопасности, так называемая формула мира Зеленского. То есть если предыдущие встречи там в Копенгагене, на Мальте, по-моему, в Саудовской Аравии или где она была, то есть все это было анонсировано и было очень публично преподнесено, то крайняя встреча была, я так понимаю, была закрытой. Но Китай, они сообщили, был приглашен, я так понимаю, Китай или там страны глобального юга некоторые, которые тут же отстучались с русскими, доложили, о чем шла там речь. Судя по тому, что это все было не публично и нет конечного комитета, очевидно, что итогов особых нет или говорить особо не о чем. То есть как бы ни к чему оно не привело. Что это по сути? По сути это ультиматум России. И это в принципе приблизительно год назад или там, не знаю, ну сейчас по сети гуляет нарезка с подалеком, где он говорит, что русским, собственно говоря, будет выкачан ультиматум на самом высоком международном уровне, и они вынуждены будут согласиться. По большому счету, когда мы говорим о формуле мира, мы говорим об ультиматуме русским, что они должны собрать манатки, убраться и все это оплатить. Ну по большому счету это ультиматум о капитуляции. То есть русские должны капитулировать полностью и еще заплатить за это все. При этом мы формируем коалицию, которая бы поддерживала этот ультиматум. То есть по сути любая страна, которая подписалась под этой формулой, она выдвигает или присоединяется к нашему ультиматуму России. Пойдет ли Россия на этот ультиматум, находясь на восходящей синусоиде? Сомневаюсь. Особенно если понимать, что у нас идет не спадающий. Что делает русский в ответ? Они выдвигают ультиматум нам. Причем жесткий. Выходит некий Небензин. Насколько я помню, это дипломатический представитель России в ООН. Говорит прямым текстом, что собственно говоря, готовьтесь в самое ближайшее время. То есть это опять же по датам совпадает с той математикой, которую я излагал вам чуть ранее. Готовьтесь, мы начнем уже теперь по-взрослому. То есть по-полному. При этом русские говорят, да, мы а-ля готовы к переговорам. Только не переговорам, а к ультиматуму и капитуляции. Только не России, а нас. То есть получается два встречных курса. Курс Украины, капитуляция России. Ну то есть требование к России подписать, принять капитуляцию. И точнее как это, объявить или как мы им выдвигаем ультиматум. Они должны согласиться на то, что они проиграли, капитулируют и оплачивают. В ответ русские выдвигают это нам. Очень много идет спекуляций по поводу на тему переговоров. Давайте, мол, заморозимся и поговорим. Ну то есть как бы. А потом, то есть вот давайте брать сложный интеграл частями. Что означает сложный интеграл частями? То есть есть в математике такая штука, когда интеграл сложный, его невозможно взять, его разбивают на части и берут интеграл частями. Ключевая часть любого военного интеграла это что? Перемирие. То есть заморозка. Все, давайте на секунду остановились, никто не стреляет. Остановились и начинаем говорить. Ну а там уже договоримся, то окей. Не договоримся, пойдем на ночь. Ну точно так же, как было паузы, гуманитарные паузы так называемые, которые были между Израилем и Газаром. Значит первое, это а-ля заморозка на какой-то период времени. И тут возникает вопрос, а пойдут ли русские на это? Ну давайте четко говорить, если они идут по восходящей вверх, а мы идем по не спадающей, то любая заморозка на любой период времени будет означать русскими протерянное окно возможности нападения. То есть они вряд ли на это пойдут. Им это не интересно. А что же им интересно? Им интересно то, что, собственно говоря, и ранее выдвигалось. Им интересно первое. То есть если убрать все эти фразы из серии деноцификации и так далее, переведем на простой язык. Их интересует первое. Фиксация ситуации по факту. То есть то, что они уже оттяпали, фиксируем это их. Второе. Это демилитаризация. Нейтральный статус, я так понимаю, да? Нет, демилитаризация означает. Потому что нейтральный статус, вот многие путают, и я путал. Есть нейтральный статус и внеблоковый статус. Нейтральный статус – это по решению ООН, согласия международных стран, это есть у Швейцарии. А внеблоковый, например, это у Австрии. Австрия не нейтральна, она внеблоковая. Это разные вещи. При этом внеблоковая страна может заключать двусторонние соглашения, например, об обороне. Например, двустороннее соглашение с Соединенными Штатами. Или двустороннее соглашение, не знаю, с Китаем. Или с кем угодно. При этом внеблоковый статус Австрии был подписан и внесен в Конституцию Австрии взамен на согласие СССР на вывод своих войск из Австрии. Напоминаю, если кто-то забыл. И Австрия старается максимально того придерживаться. Если речь идет о внеблоковом статусе. В нейтральном нет такой возможности, опции принять нейтральный статус. И о нейтральном статусе нигде не идет речь. Речь идет о внеблоковом статусе. Но внеблоковый статус говорит о том, что у Украины может быть двустороннее соглашение, например, с США. Это значит, что вооружение США может находиться на территории Украины. То есть, будучи даже вовне. То есть, мы не будем стороной НАТО или там, что там, УДКБ, или там ШОС, или что-то еще, или там БРИКС, или я не знаю, какие там еще, G7, неважно. То есть, говорит о том, что мы на двустороннее соглашение. Пойдет ли на это Россия? Нет, конечно, нет. Соответственно, речь будет идти о так называемой демилитаризации в контексте того, что какие вооружения и где на территории Украины могут быть размещены и в каком количестве. То есть, вот о чем будет идти речь. Это то, о чем шла речь, между прочим, в додатках так называемых к Истамбульскому соглашению. Это и есть то самое зонирование, о котором говорилось в, ну, китайским языком говорилось в китайском плане. То есть, когда определяют, где что и как может находиться. О чем идет речь? Речь идет о том, что буфер для того, чтобы все линии обороны Москвы, это многоступенчатая оборона, для того, чтобы это все функционировало. Оно функционировало, а оно функционирует еще с 45-го года, грубо говоря. Так вот, для того, чтобы это все функционировало, необходим пояс, ну, то есть, дистанция безопасности. Эту дистанцию безопасности ранее обеспечивали прибалтийские страны, Беларусь, Украина, ну и страны Центральной Азии. Сейчас многие вещи изменились. Соответственно, если говорить о западной части, у них есть определенный провал, у русских имеется в виду, определенный провал и близость НАТО со стороны прибалтийских стран. Далее они прикрыты Беларусью, а снизу получается Украина, но при этом часть прикрыта Беларусью. То есть, их не интересует, что будет на западе, их интересует, что будет на востоке от точки стыка трех границ и вниз в Днепр. Почему? Потому что самолеты, которые сопровождение НАТО, ну, разведсамолеты НАТОвские, которые могут летать у границ Румынии и границ Польши, их радиус действия передачи целеуказаний приблизительно 400-500 километров. Соответственно, вы берете циркулем, проводите 500 километров от западной границы, ну, в районе Львова и в районе Одессы. И вы начинаете понимать, чего и как их интересует. И где что будет размещаться. Будет там НАТО, не НАТО, это ваши половые трудности. Речь идет о другом. Речь идет о размещении вооружений, какие, где, сколько и как. Далее, что еще русские говорят? Они говорят о некой геноцификации. Это все мифические вещи. По большому счету, я вам перевожу на простой язык. Они хотят осуждения Майдана и отката в правовую ситуацию 2013 года. Вот о чем идет речь. Соответственно, любые переговоры, которые бы начались с России, ну, можно назвать это ультиматумом, можно назвать это капитуляцией, чем угодно. Перемогой, если кому-то нравится. Они будут о чем? Они, по сути, разобьются во что? Вредут Майдана. С чего все началось? Они разобьются во вредут Майдана. Потому что любые переговоры, которые можно будет и нужно будет, или возможно будет, или невозможно будет вести, как бы там любую фразу выберите, они всегда упрутся в что? Они упрутся в оценку Майдана. Всегда. А любое, когда упираешься в этот редут оценки Майдана, тут же происходит что? По сути, идет внутреннее размежевание между теми, кто поддерживает, и теми, кто осуждает. То есть мы возвращаемся в историю Майдана, опять же. И тогда возникает еще один вопрос. Нахиба. То есть как бы, а надо было ли сову натягивать на глобус? Или надо было каким-то образом искать точки соприкосновения? В таком случае возникает дилемма. Есть такое вот, я образно всегда люблю описывать. То есть есть такой нечаяненький Мальфар, который видел не самое завидное будущее страны в контексте ее целостности. И был такой черновол, который видел будущее нашей страны, но несколько иначе, как это есть сегодня. Он об этом говорил еще до принятия Конституции. Простите, я перебиваю, и в свое время я брал, Вячеслава Максимовича, интервью, и он мне говорил о федерализации Украины. Представляете? Да, он это прямым текстом говорил. Он это говорил прямым текстом. Простите, что перебиваю, пожалуйста. Да, да, да. Но тогда, тогда это не было зрадой, потому что тогда еще, по-моему, небо Конституции у нас было позже. После того, как, ну, после его... В 1996 году говорилось, да? Да, да. Поэтому то, о чем шла речь у Черновола, это были наброски. Тогда многие определялись, как бы. Я думаю, что многие помнят ситуацию, когда у нас возникла унитарность в Конституции, но при этом в унитарной стране была автономная республика. Да, Крым. Да, да, да. Удивительно. А почему? Потому что это был предмет компромиссия. Помните, тогда была Мешковщина. А Мешковщина на что опиралась? На референдум, который был тогда. То есть это же было несколько референдумов. И много-много других нюансов. В результате Конституция Украины стала неким компромиссом, который даровал возможность жить. А в чем заключался компромисс? Компромисс заключался в том, что сову не тянут на глобу. То есть австро-венгерский проект Габсбурга не натягивают на всю Украину. Проект Российской империи с Востока не натягивают на всю Украину. И проект Османской империи не натягивают на всю Украину. Все три живут равноправно, вместе, в дружбе, во имя высших целей развития нашей страны. Как только эти балансы и расколы были нарушены, началось то, что началось. К чему веду? Веду к тому, что любые переговоры с Россией по-любому поставят вопрос возврата в точку... Ой, господи, а у меня почему-то компьютер не заряжается. Сейчас, секунду, секунду, я забыл. Сейчас, сейчас, сейчас. О, заработало. Вот. По сути, мы будем возвращаться в точку, из которой мы вышли. А смотрите, если мы вернемся в точку Майдана, то есть, грубо говоря, 13-й год, и возникнет вопрос, а нахиба, да? Любой Майдан по итогу заканчивается чем? Либо потерей части правового поля, потому что, напомню вам, четвертый год, когда был третий тур, это потеря правового поля. Напомню вам, что Майдан, многие тоже, это сложный интеграл, и многие не понимают, что он состоит из трех составляющих. Первая составляющая – это Майдан людей, это протест, это нормально, это когда люди выходят на протест. Это нормально. С этим можно соглашаться или не соглашаться, но это инструмент демократии. Вторая составляющая – это неконституционно, потому что свобода мирных собраний, свобода мирного собрания, зиждется на мирности этого собрания. Так говорит Совет Европы в своих рекомендациях относительно мирных собраний. Как только собрание перестает быть мирным, на него не распространяется, вот то, о чем мы говорим, свобода мирных собраний. И третья составляющая – это конституционная составляющая, которая произошла в Раде. То есть победа сцены Майдана над протестом Майдана, по большому счету. Три составляющие. При этом все это, как правило, заканчивается всегда потерей части правого поля, а в худшем случае потерей части географии, а далее – потерей людей. Так вот, когда мы говорим о том, что в любом случае, если эти переговоры начнутся, встанет вопрос этого всего, тогда получается, нам нужно будет выбрать между Нечаем и Черноволом. Но тогда встанет вопрос, а за что сидели люди, которые в свое время цитировали Черновола? Если мы возвращаемся в точку Майдана, то тогда возникает вопрос, а зачем было Саву тянуть на глобус, если мы вернулись к тому, что нам нужен баланс, если мы хотим и далее вместе строить светлое будущее для нас всех. Далее. Если уже так рассматривать далее события, далее мы упремся в Минск. Первый и Минск второй. Тогда встанет вопрос, а что это было в Берлине на последней встрече по Минску? Наверное, в Париже? Нет, в Берлине. Подождите, но коммунике парижское подписывал Зеленский? Это не, я имею в виду последняя встреча, куда ездили на уровне советников, тогда от России был кто-то из администрации их президента. Возможно, вы говорите о предшествующей встрече, вполне вероятно, пожалуйста, продолжайте. Какой был? Не-не-не, коммунике в Париже было в 19-м году. Да, это правда, там был Зеленский. Да, так я говорю не о Б, я говорю о 22-м году. Да-да, пожалуйста. В 21-м даже, 21-м. В декабре, по-моему, 21-го это было, или это уже был январь, ну, короче, я уже не помню, или это январь был уже 22-го. Самая последняя встреча в Берлине была, когда не было совместной пресс-конференции. И даже наших отдельных, даже отдельных пресс-конференций по итогу не было. Все ждали, тогда я был в студии Плюсов, все ждали, это было уже пол первого ночи, объявляли рекламные паузы и так далее, ждали, когда же делегации выйдут и о чем они скажут. То есть, по сути, короче, ничего не сказали, обсуждать было нечего. Тогда возникнет вопрос, зачем это все было тогда там в Берлине? Потому что говорят, что в Берлине, по сути, русские выкатили ультиматум и сказали, что они объявят войну, если Украина не выполнит условия капитуляции, подписанные Порошенко. Все было просто. При этом свидетелями этого всего были Франция, Германия, США и другие страны. Ладно, но если даже и это Нахиба, неважно, то тогда возникнет Нахиба стамбульская. А Нахиба тогда было не подписывать Стамбул, который значительно хуже Минска. А если подписывать Стамбул-2, который хуже Стамбула-1, то опять же возникает вопрос Нахиба. Правда? И все эти вопросы Нахиба, они возникают всегда в истории человечества, начиная с древнего Вавилона, да, или Шумера. Всегда. Вопрос, насколько получится это правильно коммуницировать. Так вот, к чему я это все, такой длинный опус вам сказал. Потому что по итогу, по итогу, это путешествие на шаре всегда вернет, всегда вернет в точку ноль, да. То есть вопрос, приобрели мы или потеряли. То есть по итогу, если мы начнем те или иные переговоры, по сути мы вернемся в точку 13-го года. И вот оттуда пойдут все вопросы Нахиба. И я к чему еще раз скажу, что даже если подобные переговоры угомонят войну по периметру, то незамедлительно она начнется внутри. Именно по причине редута Майдана. Кстати, вот об этом я и хотел вас спросить. Потому что общество, оно будет абсолютно разделено. Потому что часть какая-то будет поддерживать боевой настрой. Вторая часть, это прямой путь переговорного процесса и завершения всех этих ужасных событий. Так я не понимаю, что тогда будет делать украинская власть. Я говорю о сегодняшних людях, о Зеленске, моего окружении. Им придется наступить себе на горло. Я даже напомню нашим зрителям, что Зеленский законодательно запретил вести переговоры с Россией по регулированию этого процесса. Я вам скажу так. Вопрос не в том, что Зеленский запретил сам себе и так далее. Речь там идет о том, что Зеленский сказал, что с действующей властью в России он говорить не будет. То есть если власть в России поменяется, то очевидно какой-то предмет переговорам возможен. Но власть в России, очевидно, не будет меняться, мне кажется. Соответственно, да, по этой причине переговоры невозможны. Но будет ли российская власть вести переговоры с действующей украинской властью? Я уверен, нет. То есть переговоры в принципе невозможны. По причине того, что наша власть не будет вести с той русской властью, и это документально и в правом поле закреплено. А Россия не будет вести переговоры с действующей украинской властью по политическим мотивам. Все. А, соответственно, а с кем они могут? То есть могут какие-то быть сепаратные переговоры. Сепаратные – это значит какие-то зрады. То есть кто-то где-то за спиной Украины будет или за спиной власти или там чего-то вести какие-то переговоры с Россией от имени Украины, не имея на это мандата. То есть мы тут же выходим за пределы конституционного поля. Соответственно, я поэтому и не хочу даже размышлять или там шпекулировать на тему переговоров просто по причине невозможности этого в конституционном поле. В принципе невозможности. Более того, вам скажу, у власти нет опции провести переговоры. Просто нет такой опции. Не потому, что сами себе запретили, не потому, что русские с ними не будут говорить или там еще что-то. А по причине того, что это будет политической кончиной власти. Просто политической кончиной. Которая очень плохо закончится по лекалам Майдана. Понимаете? Поэтому они не будут, они не пойдут ни на какие переговоры однозначно. Однозначно. А что же тогда? Ну хорошо, давайте понимать. То есть если мы опцию переговоров отбрасываем, в принципе. Потому что сами переговоры по своему определению с точки зрения объективной реальности будут означать готовность к капитуляции. Полный. Вопрос кого? Понимаете? Если не Россия, то Украина. Если не Украина, то Россия. То есть все, больше никакого другого варианта нет. Если кто-то думает, что могут быть какие-то средние варианты при посредничестве кого-то и так далее, это все иллюзии. Это просто иллюзии и излишняя надежда. Нет. Нет. То есть теперь уже вариантов больше нет. Итогом, если такие переговоры сепаратные или прямые состоятся, будет либо Нича, либо Черновол. Но если даже Черновол, то в таком случае возникнут вопросы на хиба, причем системного характера. И все это закончится реально политическим крахом внутри и очень жестким противостоянием внутри страны. В любых вариантах крахом внутри. В любых вариантах. В любых вариантах. Для украинской власти вы видите. Да. Да. Поэтому никаких переговоров никуда не будет. А если так, и мы понимаем, что наша кривая идет по не спадающей, русская идет по восходящей в плане ВПК и денег. Ну и централизация власти, централизация экономики, то в таком случае получается, что в Украине должны будут закручивать гайки по полной. Других вариантах нет. Это и наблюдается активно, при том, что сейчас это набирает обороты и это имеет определенную бесконечность. Ну вот, потому что это логика событий. Но это тоже может вызвать ответную реакцию общества, это может привести к серьезным процессам. Ну давайте так, для того, чтобы что-то произошло, поймите, есть разница между бунтом и революцией. Это классика. То есть бунт это спонтанное, неорганизованное или даже организованное, не важно, протестное какое-то там событие, да, или несколько, или цепь протестных событий. Но если под этим нет политической организации, то ничего из этого не выйдет. То есть бунт, он легко подавляем, легко. И даже если он множественный. А революция – это смена политического уклада, это другое. Для того, чтобы произошла революция, необходимо что? Необходима организация, не только революционные условия, но и организация. Покажите мне такую организацию, кто? Согласен, я вижу, что сейчас это как бы не на плаву, но в любом случае они упредили, то есть не работают на упреждение. Я говорю про военскую власть. Они уже заявили о том, что там, значит, русский след будет прослеживаться в любых каких-то попытках, да, там противостоять власти, выходы на площади и так далее. Ну, я как бы не хочу драматизировать, но в любом случае они постарались это упредить. Да. Ну, с другой стороны, понимаю, что как бы они заменяют себя в глухой култ. Это правда. У глухого. Ну, себя нет. Ну, как они себя могут загнать в глухую? До тех пор, пока власть способна кормить бояр и способна кормить дружину. То есть мы же недалеко ушли от Средневековья. Их это, собственно говоря, эти законы, они действуют и в так называемом цивилизованном мире. Мы недалеко от этого всего ушли. То есть необходимо, что власть зиждется на боярах, они должны быть сытые, чтобы не бунтовали, ну, дать им какие-то поля кормления, да, тому тот город дать на кормление, тому сферу какую-то, тому еще что-то. То есть, ну, бояре должны быть сытые. А поскольку денег нет, значит, боярам надо давать что? Ну, поле кормления. Отлично. А что нужно еще взамен? Бояре должны приносить какую-то десятину. Зачем? Для того, чтобы и боярам, и княжеской власти было за что содержать дружину. А дружине вообще фиолетово на все. Дружина занята собой и выполнением поставлен задачей. Все. Какой глухой угол? Для кого глухой угол? Ну, да. То есть, поэтому они не трогают и 330 тысяч полицейских в Украине, не трогают и прокурорских, не трогают других. Я имею в виду, бронируют, чтобы они не участвовали в боевых действиях, чтобы они контролировали ситуацию. В том числе и вот это интервью Кима, помните, представителя Николаева, который сказал, ну, толк с них вообще. Пускай они следят за порядком, а обычные смертные пускай идут на фронт. К сожалению, да, и, понимаете, в этой ситуации, то есть, изнутри ничего решено не может быть. Проблема не может быть решена на том уровне, на котором она возникает. Соответственно, можно рассчитывать только на внешнее какое-то, да, решение. На внешнем решении может быть либо западное решение, либо российское решение. Российское – это военное решение, западное – это либо военное, либо финансовое. Но в любом случае, точки, если прикладывать, мы же понимаем, что усилия будут, ну, если не симметричными, то двусторонними. С одной стороны, Россия будет прикладывать усилия военного характера, с другой стороны, будет Запад прикладывать усилия финансового и тоже военного характера. Если с двух сторон идут такие усилия, то, соответственно, внутри сжимается пружина, это понятно, да, вот. И тут возникает вопрос только один – пружина уже треснула или пружина разожмется? В любом случае, то есть, что произойдет с пружиной не зависит от того, что внутри, зависит от внешних давлений, которые будут. И прогнозирование внешних давлений событий может говорить нам о том, что может происходить внутри страны. Но, опять же, все будет завязано исключительно на идеологическую и географическую составляющую итогов того, что может из-за военного воздействия России возникнуть к марту месяцу. Нужно понимать, что в следующем году, какие бы там мне статьи Конституции не цитировали, а есть разница в статьях Конституции между тем, что происходит во время военного положения с парламентом и тем, что происходит во время военного положения с президентом. Просто, очевидно, когда писали Конституцию или не досмотрели, или даже не мыслили о таком, но получилось. Даже не будем в эти детали входить, в эти другие. Есть статьи о полномочиях, о пятилетнем сроке полномочий. У президента они истекают 20 мая, а у парламента истекают, по-моему, в начале ноября следующего года. Мне скажут, что принцип беспроверности Влада, он говорит о том, что если нет нового президента, то, соответственно, этот исполняет обязанности и далее. Ну, то есть, как бы, точно так же, как это касается и парламента. Да, поскольку Конституционный суд заблокирован, то, по большому счету, любое мнение высказанное будет, наверное, правильным. Ну, то есть, это любое мнение субъективное, а, соответственно, правильное. До тех пор, пока не будет решения Конституционного суда. Но на фоне финансовой, военной и политической нестабильности возникновение вопроса легитимности, оно будет порождать вопросы, насколько легитимна власть, с которой будут вести переговоры о деньгах, о недрах, о земле, о инвестициях и так далее западные партнеры. В том числе и об обслуживании долга. Это очень серьезный вопрос. Если они начнут возникать, а они будут возникать у западных партнеров, то это и будет тем самым внешним давлением, которое может привести к необратимым процессам внутри страны. Когда активизируются все, и оппозиция, которая сегодня, знаете, оппозиция сейчас, это как Титаника, вот, и лодки, пристегнутые по бортам. Это и есть оппозиция. Вот она точно так же плывет на этом Титанике вместе с властью. Хотя изображает из себя, что они якобы оппозиция. Какие она оппозиции? Если два года голосуют полностью синхронно с властью, я не понимаю, в чем оппозиционно. Но к моменту, к тому, скорее всего, лодки будут отстегиваться. И тогда, и тогда мы увидим отдельно плавающие оппозиционные силы, которые воспользуются моментом вот этой вот вилки легитимности. То есть как-то так. Да, интересные раздумья, я думаю, что они будут очень полезными. Это будет пищей для размышлений наших зрителей. Спасибо вам за детали. Но у меня есть еще один маленький вопрос. Я все-таки о ситуации, мы проговорили об Украине через призму международной политики, о определенных, не знаю, перспективных процессах. Ну, возможно, не перспективных для Украины, но все же, да, там, взгляд на перспективы. Но я о ситуации сегодняшней в Украине, вот жизнь во лжи, очень много вранья, очень много вранья. Вот даже я заметил яркий пример. Вот помните, как в Крыме говорили в начале года, да, что там, значит, мы будем там уже в конце года. Умер, почему-то, пришел на должность, сделал тоже удивительное заявление, сказал, что в следующем году, оказывается, мы уже будем в Крыму. Не понимаю, зачем он это сделал. Но Гур оправдался. Буданов активно по этому поводу рассказывался. Он сказал, что заявления об освобождении Крыма в этом году были информационные спецоперации. То есть, когда что-то не получается, это когда-то наврал. То не надо сильно напрягаться. Нужно сказать, что это спецоперация. И так во всем, понимаете, во всем. Тем более, если сейчас очень сильно зажато информационное пространство, вот этот единый марафон, где там рассказывают всякую чушь. Уже видели последние опросы, соцпредставления. И социологи говорят, что системно падает потребительская часть зрителей вот этих вот массированных односторонних процессов. Как это объяснить, почему это происходит и на кого это рассчитано? Ну, понимаете, в чем дело. Всегда такие заявления рассчитаны на внутреннюю аудиторию. Дело в том, что от, ну, знаете, как я не хочу осуждать за подобные заявления, но нужно их делать грамотно. Потому что, знаете, в чем дело. Чтобы по итогу, по итогу не оказалось, это информационное оружие, да, направленное против противника и направленное на определенную мобилизацию, дух боевой внутри страны и так далее. Это позитивная функция. Но, если по итогу оказывается, что это была, грубо говоря, ложь, то негативная функция будет заключаться в падении доверия к таким заявлениям, падению доверия к институту государства. Сказать, что не нужно такого говорить, ну, я бы так не сказал. Потому что во время войны действительно, действительно важно, скажем так, поддерживать боевой дух. Когда командир выходит перед строем, скорее всего, что он говорит неправду. Но, тем не менее, он пытается апеллировать к боевому духу, к патриотизму, к исторической памяти, к долгу и так далее. То есть он выступает с речью, и это всегда так. Выступает с речью для того, чтобы мотивировать бойцов идти в бой. Если он выйдет и начнет рассказывать о том, что у нас пистолеты ржавые, пули не стреляют, а то и то другое, то понятно, что такая атака захлебнется, и бойцы погибнут. А хорошо мотивированный боец, даже с ржавым пистолетиком, может победить. Поэтому, скажу так, мое мнение такое. Этим инструментом пользоваться нужно, но нужно это делать грамотно. И, в конце концов, я бы не рефлексировал. Мне кажется, неграмотным было выйти и раскрыть это все, и сделать заявление о том, что это все было и все. Вот не надо было это заявление делать. Кому нужно, те все прекрасно понимают. Более того, подобные заявления, они имеют ценность исключительно тактическую. То есть, на тот момент времени, когда они были сделаны. То есть, уже сейчас понятно, что не свершилось. Не выпили кофе в Крыму, значит, не свершилось. Соответственно, ценности уже информационные эти заявления не имеют. Они имеют ценность историческую. То есть, кто-то будет обсуждать, свершилось или нет. Правильно, неправильно. Это уже так, третий домысл. Зачем эта тема была опять актуализирована, для меня загадка. Вот это, я считаю, ошибка. А само заявление, наверное, оно на тот момент времени было нужно. Возможно. Но в любом случае, хотел бы знать ваше мнение по этому вопросу. Ну и, конечно же, мы, в общем-то, на грани перехода в Новый год. Понятно, что вы обрисовали перспективу, которая, возможно, станет реальностью в какой-то степени. Но все же вы оптимистично смотрите в будущее? Я имею в виду, с глазами обычного стратегистического украинца. Или все же нужно быть готовым ко всему? Я смотрю оптимистично. Понимаете, в чем дело? Для того, чтобы построить... Для того, чтобы построить страну, граждан и для граждан, необходимо, чтобы эти граждане вышли из матрицы. Если я начну рассказывать о том... Знаете, все, наверное, смотрели этот фильм «Матрица». Он философский. Ну, во-первых, красиво снят, конечно. А во-вторых, он философский. Фильм «Философия» о том, что... Что приятнее, жить в сладкой лжи, которую несут с экрана, или в той реальности, которую рисуем мы с вами в наших эфирах? Вы же прекрасно понимаете, что если, грубо говоря, лобовое стекло в маршрутке, заменить экраном и показывать по нему какую-то несуществующую трассу в Америке, в то время, когда мы едем на Житомир, да? Очевидно, что закончится такое путешествие очень плохо. Наверное, нужно было бы снять эти экраны и показать, что это не та красивая трасса, а это совершенно другая дорога на Житомир, да? И погодные условия не такие. И увидеть эту реальность. Я считаю, что в 2024 году, благодаря и таким инициативам законодательным, благодаря действиям зарубежных партнеров, негативным, к сожалению, по отношению к нам, наступит все большее отключение людей от матрицы и прозрение. То есть тогда они начнут понимать, что чудес нет, чудите сами. У Бога нет других рук, кроме ваших. Поэтому нужно рассчитывать на свои руки, на себя. Это будет рождение рациональности. Рациональности. Может быть, прагматичности, циничности, но именно рациональности. Рациональность рождает правильные решения. А путь к излечению лежит через правильные, хоть и болезненные, но рациональные решения. Поэтому я оптимистичен. Я считаю, что 2024 год будет годом рациональности. Рациональности. Болезненной или неболезненной, это уже десятый вопрос. Но любая рациональность ведет к правильным итогам. Большое спасибо. Я тоже за трезвое мышление и, соответственно, за критичное мышление. Но в конце концов, мы сами отвечаем за свои действия и за свои решения в целом. Михаил, я очень вам благодарен за то, что нашли время, за что доверялись своими мыслями. Я думаю, что они очень интересны и полезны нашим зрителям. Мне, конечно же, приятно с вами было общаться. Надеюсь на вашу благосклонность в будущем, в 2024 году. С праздником вас и вашей семьей, ваших близких и наших зрителей также. Спасибо, что смотрели. Сегодня гостем канала Дикий Лайв был политик Михаил Щаплыка. Жму вашу руку. До встречи. Благодарю и вас, уважаемые зрители. Делитесь этим видео, комментируйте, лайкайте, как обычно. Не теряйте оптимизм. Через небольшой промежуток времени встретимся. С уважением, Виталий Диким.